Продолжаю тему для тех, кто только-только хочет начать инвестировать, для тех, кто только хочет открыть брокерские счета. В предыдущем видео я рассказывал о том, как выбрать надежного брокера. А сейчас я хочу среди тех, кого я назвал брокеров, среди основных, выбрать оптимального, помочь вам выбрать оптимального, разобраться в тарифах, которые предлагают эти брокеры. В принципе, это дело неблагодарное, потому что тарифы меняются, но вот сейчас я попробовал прямо на текущий момент, сейчас начало января 2022 года, и я решил это сделать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В предыдущем видео я рассказывал о том, как выбрать надежного брокера, и сейчас давайте сравним тарифы. Но прежде чем мы будем сравнивать тарифы, я хотел немножечко сделать отступление. Дело в том, что если вы только-только начинаете инвестировать, только начинающий инвестор, я предполагаю, я предполагаю, что у вас денег в районе 50 тысяч рублей. Дело в том, что, ну, эта сумма, как правило, вот самое большое число брокерских счетов, которые открываются вновь, это 50 тысяч рублей. В принципе, это вполне разумно для начинающих инвесторов, для тех, у кого много денег, ну, они, наверное, разбираются уже более-менее в инвестировании, я надеюсь. Но вот это видео предназначено для тех, кто у кого в районе 50 тысяч рублей. Следующий вопрос. Куда вы собираетесь инвестировать? Есть два варианта. Вы собираетесь просто купить какие-то акции, облигации и вообще не заморачиваться с этим делом сильно, но просто купить какие-то по рекомендациям и, собственно говоря, все, забыть про это дело. То есть, вы не собираетесь активно торговать. И есть вторая достаточно большая категория людей, которые хотят очень сильно поторговать, трейдингом позаниматься, которые надеются, что они смогут на этом заработать, которые услышали о том, что на этом можно заработать. Это действительно так. Так, но для этого надо учиться, это я сразу могу сказать, но тем не менее, очень многие люди хотят попытать счастье и для них тоже мы будем рассматривать этот вариант. Итак, смотрите. Сравниваем. Вы решили открыть брокерский счет. Какие наиболее популярные брокеры, о которых я упоминал? Это Тинькофф, Сбербанк, ВТБ, Открытие и БКС. Это крупнейшие брокеры, которые предлагают самые лучшие услуги. И меня кто-то обвинил в том, что я, конечно же, топлю за открытие, то есть, неприкрытая реклама открытия. Сейчас я постараюсь быть, по крайней мере, объективным. И, ну, вы увидите, что альтернативы особенной нет. На самом деле, есть для инвесторов, но сейчас я обо всем по порядку. Итак, самый удобный вариант – это Тинькофф, Тинькофф Инвестиции. Смотрим, Тинькофф Инвестиции. Если вы хотите покупать иногда акции, там у Тинькоффа шикарный сервис, в принципе, шикарное приложение, то ваш выбор – это Тинькофф Инвестор, 0,3% от суммы сделки. Запомнили, да? На фондовом рынке. То есть, вы покупаете акции и облигации. Если вы клиент Сбербанка, то вам проще всего, конечно же, Сбербанк, Сбербанк Инвестиций. Какие акции вы будете покупать, я не знаю. Я, честно говоря, и приложения у Сбербанка не знаю. Но, тем не менее, значит, Сбербанк. Очень хорошие тарифы на фондовом рынке. Самостоятельный тариф, смотрите, 0,06%. Сбербанк, у Тинькоффа, напоминаю, 0,3%. Сбербанк, самостоятельный тариф для самостоятельной покупки, 0,06% от суммы сделки. Вот так. Тариф инвестиционный 0,3%. Ну, там они предлагают при этом как раз сервисы какие-то, значит, рекомендации и так далее, и так далее. Теперь дальше идем. Уже в 5 раз ниже, чем у Тинькоффа, да? Смотрим дальше. ВТБ, который я не очень всегда любил. Вот, но, тем не менее, базовый тариф, очень легкий тариф, на самом деле, комиссия брокера за сделки с ценными бумагами и валютой. 0,05% от суммы. Еще раз напоминаю. Тинькофф, 0,3%. Сбербанк, 0,06%. ВТБ лидирует 0,05% от суммы. Идем дальше. Это акции и облигации для инвесторов. Идем дальше. Открытие. Открытие очень интересно. Смотрите, здесь есть два тарифа, которые бесплатные, без оплаты в месяц. Тарифы называются «Все включено» и «Инвестиционный». Инвестиционный тариф 0,025. И очень привлекательная комиссия. Но, смотрите, вот здесь вот, внимательно. За трейд, но не менее 50 рублей. Что это значит? Это значит, что есть минимальная сумма. Поэтому, вот этот вот, но не менее 50 рублей убивает все. Я посчитал, что тариф инвестиционный становится выгодным при сумме сделки от 200 тысяч рублей. Поэтому тариф «Все включено» 0,05%. 0,05% это такое же, как у ВТБ. На секундочку. Пока лидирует ВТБ и открытие. Смотрим БКС. Тариф инвестор. Фондовый и валютный рынок Московской биржи, Санкт-Петербургская биржа 0,1%. В лидерах ВТБ и открытие, как я и говорил, в общем-то. Теперь дальше. Если вы хотите заняться трейдингом, то трейдингом надо заниматься на срочном рынке. Это фьючерсы. Это фьючерсы и опционы, на самом деле. Сумма, опять же, я говорю, повторяюсь, от 20 до 100 тысяч рублей. Это важно. Сейчас вы увидите, почему. Смотрим на Тиньков. Тиньков у нас инвестор бесплатный, опять же. Здесь, в общем-то, ничего нет на сайте. Условия тарифа. Открываем и видим. Совершение срочных сделок. 10 рублей за один срочный контракт. Запомнили эту цифру. Переходим на Сбербанк. Это срочный рынок фьючерсы. Катим. Значит, на срочном рынке московской биржи цена за контракт без учета комиссии торговой системы самостоятельные 0,5 рублей, инвестиционные 0,5 рублей. У Тинькова 10 рублей, у Сбербанка 0,5 рубля, 50 копеек за контракт. Вы понимаете? Конечно же, Сбербанк выглядит лучше на срочном рынке. Теперь далее. ВТБ. ВТБ, значит, здесь тоже тариф, который по умолчанию подключается, мой онлайн, нету ничего. Но здесь вот колестаем дальше. Все это нас не интересует, не интересует. Комиссия брокера за сделки на срочном рынке 1 рубль за контракт. У Сбербанка 50 копеек, у ВТБ 1 рубль. Сбербанк лидирует. Идем в открытие. Открытие. В открытие мы смотрим на следующее. Значит, тариф все включено. Смотрим фьючерсы и опционы. Вот здесь вот такая штучка, подробнее. Фьючерсы и опционы. Смотрим. 10 рублей за контракт. Тариф все включено, нам не подходит. Смотрим. Тариф инвестиционный точно так же. Подробнее смотрим. Фьючерсы и опционы. Вроде бы тариф инвестиционный. Но. Сделки с фьючерсами и опционами до 20 тысяч, это 2 рубля за контракт. От 20 до 100 тысяч рублей, если у вас на счете, на срочном рынке, 0,71 рубля. То есть, 71 копейка за контракт. Все равно у Сбербанка лучше. И от 100 тысяч до 500 тысяч. 0,47 уже чуть-чуть лучше, чем Сбербанк. От 500 тысяч до 5 миллионов. 24 копейки за контракт. Но вряд ли у вас будет стоимость имущества на срочном рынке. На конец предыдущего дня от 500 до 5 миллионов. На самом деле от 20 до 100 тысяч, 71 копейка. Сбербанк лидирует. Теперь далее. Что нам предлагает БКС? Комиссия за контракт 3 рубля. В лидерах. Сбербанк, как это ни странно. Давайте посмотрим у БКС. Значит, тариф трейдер есть еще. Тариф трейдер. 299 рублей в месяц. Платный тариф. И смотрим. Срочный рынок Московской биржи. От 0 до 2,5 миллионов. 1 рубль. Если это количество контрактов, контрактов до 100 штук. 1 рубль. Уже более-менее. Но 299 рублей в месяц. В принципе, сопоставимо. Что еще я могу сказать по поводу тарифов? Давайте посмотрим еще один момент. Если вы вообще, то есть вы хотите инвестировать как-то, но думаете, блин, я в этом вообще не разбираюсь, куда-то деньги вложить и надолго. Вот здесь вот уже интересная ситуация возникает. Здесь возникает ситуация интересная, потому что Тинькофф. Сейчас я вам покажу. Тинькофф. Бесплатный тариф. Смотрим. Смотрим снова условия тарифа. И... Вот она. Покупка или продажа инвестиционных... Так, сейчас, секундочку, я увеличу. Вот она. Покупка или продажа инвестиционных паев, биржевых, паевых инвестиционных фондов, доверительное управление, которыми осуществляется Тинькофф. Капитал. Бесплатно. То есть, для тех, кто не хочет заморачиваться, кто хочет просто вот купить паевые фонды, Тинькофф. Капитал. Бесплатно. Тариф. Вы вкладываете какие-то деньги в паевой фонд. Там типа всепогодного есть паевой фонд, очень хороший, вполне достойная ситуация. Вкладываете, ничего не платите. Далее. Сбербанк. При покупке и продаже биржевых, паевых и инвестиционных фондов ETF, Сберуправление активами без комиссии. Без комиссии. То же самое. У Сбербанка есть такие же предложения для инвесторов, которые вообще не хотят думать, хотят куда-то вложить деньги и пусть управляют ими профессионалы. Пожалуйста, самостоятельные и инвестиционные без комиссии. Купили, вложили, вкладываете. ВТБ. Вот он вот. Можно купить и продать без комиссии. Фонды ВТБ. То же самое. Те же самые условия. ВТБшные фонды без комиссии. Вы открываете брокерский счет и покупаете фонды. Это очень выгодно для инвесторов, которые не хотят заморачиваться. Открытие. Ну, я могу вам сказать так, что если вы открыли брокерский счет в открытии, то, в общем сказать, у вас общие условия и никаких там скидок без комиссии на свои фонды открытие не дает. Но у открытия есть уже не брокер, а управляющая компания открытия, про которую я уже рассказывал уже неоднократно. И что такое управляющее открытие? Там всего, насколько я помню, сколько там 6 или 7 фондов поевых инвестиционных. Вы можете туда вложить. Я очень подробно об этом рассказывал. Там вообще великолепные условия. И тоже бесплатно, без введения счета как раз для таких людей. Ссылочка будет там на интервью с управляющим этими фондами. И как открыть эти фонды. Все возможно на самом деле. И что еще? Да, БКС. Здесь этого не написано, но я думаю, что у БКС примерно такие уже условия, как у всех остальных. У БКС тоже есть такие же продукты. БКС крупнейший брокер. Там должно быть все хорошо. Итак, если вы просто лентяй хотите вложить, то ваши варианты, значит, тот банк, который ближе всего к вам, на самом деле, у открытия, это будет открытие инвестиций. Я об этом рассказывал. Ссылочка. та же самая будет. Вы как бы записываетесь на консультацию к брокеру, но брокер вам поможет открыть счет в управляющей компании, открыть инвестиции. У Тинькова ссылочка также будет у меня в описании. Ну, а дальше выбирайте тот фонд, который, тот, того брокера, который вам нужен. И сейчас я вам могу показать сводную табличку, которую я сделал. Вот она. Инвесторам в акции. Значит, подытоживать. Инвесторам в акции активы до 100 тысяч рублей. Тиньков 0,3. Сбер самостоятельный тариф. Выбираем какой тариф. Самостоятельный. 0,06. Тариф инвестор у ВТБ 0,05. У Сбера 0,06. У ВТБ 0,05. Видим, да? У открытия тариф все включено 0,05%. У БКС тариф инвестор 0,1%. Если вы хотите самостоятельно инвестировать в акции, то ваш выбор это либо ВТБ, либо открытие. Если вы хотите заниматься трейдером, трейдингом, то инвестор вам точно не подходит. Ну, Тиньков вам точно не подходит для трейдинга. 10 рублей за контракт это грабеж. Вам лучше всего подходит Сбер, лучше всего подходит открытие и, собственно говоря, на третьем месте стоит ВТБ. На первом месте стоит Сбер. И, если вы хотите, значит, ну, тариф трейдер есть, 5 или 10 рублей у Тинькова, плюс 290 рублей в месяц все равно не подходит. Значит, у БКС 1 рубль плюс 299 рублей в месяц все равно БКС отстает. У Сбера без вариантов 50 копеек, у ВТБ без вариантов 1 рубль, у открытия то же самое, без вариантов. Тариф инвестор 0,71 рубля за контракт. Что я еще могу сказать? Ну, несмотря на то, что вы видите, что Сбербанк лидирует, я вам могу сказать следующее, что у Сбербанка нет возможности, нет никакой возможности торговать опционами. То есть, нет доступа к опционам, насколько я знаю. Вот. И у Сбербанка, как я уже говорил, техподдержка хромает. Но, тем не менее, Сбер оказался один из лучших банков для инвестирования и особенно для тех, кто не хочет заморачиваться. Для тех, кто не хочет заморачиваться, идите в свой банк, пожалуйста, выбирайте. Здесь уже ничего. Ну, в пользу открытия еще единственное, что могу сказать, что открытие управляет деньгами. Один из, ну, как бы, управляющих компаний открытия, они все являются управляющими компаниями, у них у всех есть управляющие компании, и все эти управляющие компании управляют деньгами пенсионного фонда России, то есть, они все управляют, пенсионный фонд дает, распределяет свои деньги по чуть-чуть, но, как сказал управляющий открытие, что у открытия был лучший результат за предыдущие годы по управлению деньгами пенсионного фонда на первом месте. то есть, это самая консервативная стратегия управляющей компании. Вот такая штука, собственно говоря. Ну, конечно, я топлю за открытием, потому что я там, и выбор за вами остается. Насколько я понимаю, я постарался подойти максимально беспристрастно, я отдал всю информацию, и более того, Сбер оказался один из лучших банков, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк за честность и за откровенность. Ну, я надеюсь, что эта информация была полезна. Если захотите табличку, пишите мне, я вам скину ссылочку на эту табличку, что ли. Нет проблем. На сегодня все, спасибо за внимание, с вами был Демид Кур.